преступное сборище на международном уровне. Благодарю за поддержку. Предоставляю представителю правительства СССР при ООН. Любовь Александровна, пожалуйста, вам слово. Получена информация сейчас с саммита этого собрания. Добрый день, товарищи. Я хотела бы зачитать о том, что БРИКС принял итоговую декларацию саммита в Казани. Эта декларация саммита БРИКС планирует предоставиться в ООН. И значит, выводы тезисные декларации. Что приняла БРИКС? Реформа Всемирной торговой организации. Далее. Реформа организации объединенных наций, включая Совет Безопасности. Далее. Формирование новой банковской и расчетной системы. Новой, независимой от доллара валюты и использование национальных валют без привязки к доллару. Далее. Создание единой транспортно-логистической платформы. Осуждение незаконного использования дискриминационных и политически мотивированных санкций. Далее. Члены Блока изложили свои позиции по украинскому кризису и приняли к сведению предложение о посредничестве для завершения конфликта путем переговоров. Далее. Поддержка полноправному членству Палестины в ООН. И еще одна позиция. Осуждается нападение Израиля на сотрудников ООН в Ливане, а также теракт с использованием пейджеров 17 сентября. Ну, в общем-то, я хочу сказать, товарищи, что они списали свою программу с программы Советского Союза. С реформой Организации Объединенных Наций и переформатированием Организации Объединенных Наций выступил Советский Союз в противовес тому, что сама Организация Объединенных Наций под руководством генерального секретаря Антонио Гутерриша в 2017 году заявила об изменении парадигмы. Советский Союз заявил о полном реформировании Организации Объединенных Наций. И сейчас читаю итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани. Мы с вами видим этот пункт реформа Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности. Что касается Совета Безопасности, напомню вам, товарищи, может, как-то уже забылась информация, раньше количество членов Совета Безопасности было 11. Принимались решения Совета Безопасности с учетом обязательных пяти голосов, совпадения пяти голосов первоначальных членов Организации Объединенных Наций. Это Советский Союз, Китайская Республика, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии и Шотландии, наверное, и Франции. Вот эти пять членов, если их менее совпадали, решения принимались. В 70-х, с 60-х, где-то с середины 60-х до 70-х проводились некоторые изменения внесения в устав. Количество членов Организации Совета Безопасности увеличили до 15-ти, причем сохранили обязательную позицию пяти совпадающих голосов тех стран, которые я перечислила. Что мы сейчас наблюдаем? Те реформы Совета Безопасности, о которых постоянно последние уже десятилетия, последние пять лет точно, это уже звучит громко, что надо реформировать Совет Безопасности, предлагаемые реформы включают в себя введение в Совет Безопасности таких стран, как Германия и Япония. И это, товарищи, я напомню, что при этом всем ни с Германией, ни с Японии у Советского Союза державы-победителя не подписано мирного договора. Вот что они хотят сделать. В наглую уже вводят в состав Организации Объединенных Наций, и в состав, не просто в состав Организации Объединенных Наций, а в состав Совета Безопасности страны Гитлеровской коалиции. И об этом они сейчас говорят на саммите говорили и включили в итоговую декларацию БРИКС. Один из наших сотрудников сейчас в чате написал, что Гутерриш приезжал для того, чтобы привести проект декларации саммита. Да, думаю, что так и было. Помимо того, что разворование в фондах, скорее всего, личное его присутствие гарантировало вес вот этой декларации БРИКС, потому что эта декларация принята в присутствии Генерального секретаря Объединенных Наций для того, чтобы придать ей вес. Далее идет формирование новой банковской расчетной системы, новой независимой от доллара валюты и использование национальных валют без привязки к доллару. Один из пунктов декларации. Это тоже инициатива Советского Союза, который на протяжении последних шести лет Советский Союз постоянно через правительство Советского Союза озвучивает в эфире постоянно. Не существует такой валюты нефтью доллар. Это выдуманная валюта. Абсолютно выдуманная. И с 15 августа 1971 года, когда США вышли из Бреттон-Лудского соглашения по золотому наполнению валют мира, все то, что начало происходить, накачивание было экономик стран пустыми бумагами. Советский Союз всегда выступал и выступает за то, чтобы денежные валюты были привязаны либо к активам страны, либо к золотым запасам страны. Любой страны. Далее еще одно из положений. Члены блока изложили свои позиции по украинскому кризису и приняли к сведению предложение о посредничестве для завершения конфликта путем переговоров. Это говорит о том, что в предыстории пару дней назад мы знаем, что товарищ, не товарищ, господин Зеленский нанес визит в Ватикан. После этого представитель Ватикана папа Джуппи, кардинал Джуппи приехал в Москву. Ну, видимо, с какими-то гарантиями для Российской Федерации после разговора с украинской стороной. И после этого саммит Брикс принимает вот такое решение. То есть, видимо, Ватикан предложил, видимо, это мои предположения, может быть, это не так, но так как оба лидера воинствующих фракций Украины и Российской Федерации имели контакты и визиты с Ватиканом, значит, видимо, выработано общее решение, которое, опять же, отражено в декларации Брикс. Далее идет поддержка полноправному членству Палестины в ООН. Ну, вы знаете, мне это вообще очень странно, потому что Палестина не является государством, Палестина не является страной, Палестина является местом, на котором проживают многие народы. И в одной из резолюций ООН, даже не в одной, было обозначено, что в течение 50 лет на этой территории должны создаться два государства, арабское государство и еврейское государство. И вот эти государства будут приняты члены ООН. Мы знаем, что на территории Палестины израильское государство образовалось, а вот арабское так и не смогло сформироваться. Но здесь уже нам говорят, что Палестина принимается в ООН. Вы знаете, только в русском языке мы, русские люди, понимаем, что Палестина это территория, где пали стены, где были сильные сражения, но это не государство. Это не страна. Как ее можно принять в ООН, а мы знаем с вами пять признаков государственности, по которому оценивается принятие в члены ООН. Я не знаю, но значит будет готовиться вот это все дело. Поэтому вот эта декларация БРИКС лично мне говорит о том, что первое, они списали с нас, с Советского Союза, с выступлений Советского Союза, всю вот эту реорганизацию и торговые, всемирные торговые организации, и едино-транспортные логистической платформы и реформу организации объединенных наций и новую банковскую расчетную систему, это все списано с Советского Союза. Потому что занимаясь документами организации объединенных наций, я четко вижу, что до последнего времени вот эти предложения не возникали, а если возникали, то они проходили в какой-то очень такой слабо скрытой форме, в отличие от предложений Советского Союза, который прямо и четко заявлял о намерениях своих и о том, что будет проводить Советский Союз, какую политику Советский Союз будет проводить на мировой политической арене. И второе, что я вижу, явное формирование событий для следующей генеральной ассамблеи организационных организаций объединенных наций с дальнейшим продвижением глобалистических интересов. Спасибо. Благодарю за информацию и то, что мы даже в ходе этого обсуждения мы получили даже окончательный документ этого сообщества глобалистов нацистской фракции во главе с новым представленником в лице китайского представителя от нацистов этого господина Синьцзиньпини как хозяина и владельца этого саммита, который профинансировал полностью проведение этого саммита. Товарищи, сейчас уже все моменты, которые нам надо было отразить в данном проекте постановления мы сами отразили. Сейчас нужно немедленно, как говорится, его запускать в работу уже по всем каналам, по всему мировому сообществу, чтобы это разлетелось сегодня молнией по всему миру о решении советского правительства. На этом дискуссия по данному вопросу завершаем. Итак, в целом члены правительства СССР поддержали представленный проект Совета Министра СССР о применении санкций за нарушение государственной границы СССР делегациями, направленными странами клуба БРИКС и эти санкции вводятся с момента его сейчас публикации и подписания. Я попрошу наш пресс-центр и генерального директора государственного предприятия Телеграфного агентства Советского Союза подготовить короткую молнию о принятом решении правительства СССР и сегодня данное постановление будет оформлено и мы передадим уже печатный орган Совета Министра СССР правительственной вестни, который выйдет сегодня в конце дня уже в эфир. Но есть сам отчет о нашем обсуждении этого документа я тоже попрошу пресс-центр сегодня опубликовать. Продолжение следует...